МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Заболевание, которому сразу приписали громкий эпитет, чума 20 века. От заразившихся этим вирусом шарахаются, как от чумных, увольняют с работы, бросают друзья и близкие. Некоторые даже говорят, что их необходимо навсегда изолировать от общества. СПИД или ВИЧ? Болезнь, лекарства от которой нет, как когда-то не было его и от чумы. А что, если это не так, и учёные уже нашли панацею от страшной эпидемии? И что говорят об этом врачи и больные? Вот Петя маленький, это я. Вы даже, видите, даже, мы даже внешне разные. Вот я с пара там в детстве. Он чёрненький, а он беленький. На фото два счастливых ребёнка. Павел смотрит на снимки, но с трудом вспоминает хорошие дни. Последние несколько месяцев жизнь семьи превратилась в ад. Старший брат Пётр, вот этот самый беленький мальчик с детской фотографией, умирал от СПИДа. Всё в Ботковских бараках происходило. В палате для ВИЧ-инфицированных. Там такая, ну, боли в этом помещении. Ну, нужна была помощь, чтобы хотя бы даже до туалета дойти. Доктор сказал, что шансов уже нет. Но почему шансов не было? Ведь сегодня так много говорят о терапии и о том, что ВИЧ-инфицированные доживают до старости. Так почему же Пётр умер? Ведь ему было всего 33 года. Павел объясняет. Его брат до последнего отказывался от лечения. В больницу его уже привезли, по сути, умирать. Он был почти полностью парализован. Никогда к врачам не обращался. Даже полиции не было. Относился к этому. Ну, легко относился. Так в чём же причина? Почему люди отказываются от терапии, предпочитая смерть? Чего они боятся больше? Лекарств или реакции окружающим? Популярный певец Влад Топалов за три года объехал с концертами в поддержку ВИЧ-инфицированных половину России и стран СНГ. Островались в городах, проводили какие-то беседы, анализы, какие-то концерты были, естественно. Есть специалисты, которые общались с людьми. Влад признаётся, когда соглашался участвовать в акциях, рассчитывал помочь. Но в итоге разочаровался. Я понял, что я лично бесполезен. Я ничего не могу сделать. Это даже не капля в море и даже не иголка в слуге сена. Поэтому я от этого отошёл, потому что бесполезные попытки постучаться в какие-то двери, где говорят, слушай, пожалуйста, о чём ты вообще? У нас есть вопросы поинтереснее, побюджетнее и получше. Как бы ни убеждали нас с телевизионных экранов, что общество терпимо относится к ВИЧ-инфицированным, в реальности всё иначе. Жизнь социального изгоя во всех красках хорошо знакома Екатерине Хорошиловой. Да, с диагнозом мне приходилось очень тяжело. Я его не признавала. От его непризнания и непонимания, что со мной произошло и что со мной случилось, я отказывалась от многого. Екатерина Хорошилова – врач. Казалось бы, кто, если не она, должен понимать необходимость лечения. Но когда у Екатерины обнаружили ВИЧ-инфекцию, она побоялась начать терапию. Женщина скрывала свой диагноз 11 лет. У меня был туберкулёз. У меня была куча всяких разных инфекций. Я поняла, что мне надо выбирать либо жить, либо умирать. Желание жить перевесило. Екатерина начала лечение. Слава богу, у нас большой выбор препаратов, которые можно менять, комбинировать. Первое время надо под присмотром врача принимать терапию. Потом уже как-то даётся легче. Так возможно ли вылечить ВИЧ-инфекцию? И каким лекарствам стоит доверять, а каких опасаться? Весной 2009 года весь мир облетело сенсационное известие. Российские учёные наконец-то изобрели лекарство от СПИДа. Препарат был получен специалистами из Нижнего Новгорода. Его разработчики утверждали, новое лекарство уничтожает вирус и при этом не наносит вреда здоровью. Замечательно. Но где тысячи исцелённых чудо-эликсиров? Ведь прошло уже несколько лет. Главный разработчик нового чудо-лекарства Лев Роснецов утверждал, его препарат – настоящая панацея от СПИДа. Принцип действия прост. Наночастицы блокируют больные клетки и постепенно их убивают. Правда, врач-изобретатель сразу предупреждал – применять лекарства надо пожизненно. Так почему же такой действенный препарат до сих пор не внедрили? Недаром существует система апробации лекарственных препаратов. Сначала на животных, потом на добровольцах, потом и так далее. А вот так, что мы разработали средства, вчера мы разработали, давайте сейчас всех лечить. Подобные сенсационные открытия средств от СПИДа были и раньше. В 1998 году в Армении создали препарат с озвученным названием «Арменикум». Его разработчики даже успели представить миру исцелившегося пациента, некоего Николая Колесникова. Но прошло несколько месяцев, и истощенный молодой человек не смог даже дойти до врача. Он умер на пороге больницы. После такого скандала интерес к лекарству пропал. Арменикум официально его колет, лечит, сжигает вены просто на раз-два-три. Убивает тоже очень быстро достаточно. Мировой сенсацией номер три стал российский препарат «Профиталь». В 2011 году его с большой помпой презентовали уральские учёные. Но в конце концов «Профиталь» себя не оправдал. Препарат оказался очень дорогим – 2000 долларов за один курс. К тому же воздействие его на организм до конца пока не исследовано. А люди, которые продвигают это, они держат это всё в секрете. Чаще всего это просто иммуномодуляторы или иммуностимуляторы. Просто подстёгивает иммунную систему. В течение года можно прекрасно себя чувствовать. Но что будет дальше? Сегодня в России используется более 30 препаратов для повышения иммунитета ВИЧ-инфицированных. Не исключено, что в ближайшее время появятся и другие эффективные лекарства. Да, лечение не дешёвое. Но ВИЧ-инфекция в списке социально значимых заболеваний. И всё оплачивается государством. Пациент не платит ни за обследование, ни за лечение. Не бояться узнать свой диагноз – вот что самое трудное считают супруги Татьяна и Андрей. Да, это страшно. Но ради своей жизни и безопасности близких стоит признаться честно – ты заболел. Есть очень простой способ даже, в принципе, самому протестироваться на ВИЧ, не ходя ни в какие медицинские учреждения, купить быстрый тест. Известный экстрасенс Алан Чумак рассказывает. Однажды к нему обратился за помощью знакомый. Его дочь-наркоманка заразилась ВИЧ. У неё было очень плохое состояние. Ну, только клиническое. Вот. Мы с ней проработали, но сеансов 12. Снялись все. Вся симптоматика снялась. Она чувствовалась абсолютно здоровым человеком. Однако целитель честно признаётся. В случае с ВИЧ его методы помогают только на какое-то время. Могу ли я на 100% вылечить ВИЧ больного? Я получил ответ – на 100% нет. Во время благотворительных концертов музыкант Влад Топалов много общался с ВИЧ-инфицированными. И, конечно, расспрашивал их, существует ли на самом деле эффективное лекарство от этой болезни. Я знаю, что на сегодняшний день в мире, включая в нашу страну жизнь с ВИЧа, вполне возможно реально быть здоровым, рожать детей. Это нормально. Просто люди, к сожалению, большинство этого не знают и боятся. Лидер движения «Пациентский контроль» Андрей Скворцов за терапию. Ему она помогла. Я целуюсь с женщиной, у которой нет ВИЧа, и она не заражается. У меня родился здоровый ребёнок, моё полотенце может пользоваться моя мама, как бы, и это не заразит её. Мы писаем в один унитаз, как бы, и как бы вирус не распространяется. По прогнозу учёного Игоря Пчелина, к концу 2013 года число ВИЧ, инфицированных в России и странах СНГ, перемахнёт за отметку в 300 тысяч. И все они снова будут задавать извечные вопросы. Как исцелиться от СПИДа и кому верить? На сегодняшний день ситуация такова. Несколько сенсационных открытий, уникальных методик и фактически ни одного действительно исцелившегося. В этом расследовании мы собрали все «за» и «против». С уверенностью можно сказать одно. Судя по результатам, ничего более эффективного, чем классическая иммунотерапия, врачи пока предложить не могут. Субтитры создавал DimaTorzok